Приветствую вас, уважаемые мужчины! Приветствую всех гостей канала! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 год. Заключительный месяц, самый, наверное, интересный. Ну, по крайней мере, для многих, мне кажется, так. Ну, ладно, ближе к делу. Итак, начнём с овнов. Приготовьтесь, дорогие овны. Какие события вас ожидают в декабре? Работа, бизнес, финансы, любовь и так далее. Начнём с фона месяца. Какой будет фон месяца? Какие события ожидают по работе? Какие события ожидают в бизнесе? События в финансовой сфере? События в отношениях. То есть, как сложатся отношения у вас? Это для тех, кто в паре. События в личной жизни для свободных. Что уйдёт в декабре месяце? И что придёт в декабре месяце? Вот такой у нас получился с вами интересный расклад. Ну, давайте будем трактовать, что же такое у нас, что ожидает вас, дорогие мои. Фон месяца. Выпал отшельник. Ну вот, видимо, месяц, декабрь, кого-то заставит очень глубоко задуматься. Может что-то проанализировать. Может что-то... Какое-то решение для себя. Очень важное решение принять. Потому что всё-таки здесь у нас старший аркан. Вот. Кто-то из вас, возможно, даже уйдёт в такое отстранённое состояние. В том числе, кстати, даже, может быть, и на работе. Погружение в себя. Ну, работа, может быть, на автомате будет вами делаться. А вы будете очень далеко мыслями, как говорится, про свои дела насущные. Они могут касаться и дома, и семьи, и своих каких-то увлечений. Может быть, каких-то целей, планов. Но самый главный посыл этой карты, что пришло время подумать. Подумать. И подумать крепко. Ну, как я уже сказала, что вполне возможно, что кто-то из вас захочет отстраниться. Ну, уйти, может, каких-то тусовок. Может, побыть наедине. Чтоб ничего не мешало вам погрузиться в себя. Послушать, что ваша душа говорит. Какие у вас мысли. Чтоб вас ничего не отвлекало. Так что, вполне возможно, что либо ваша подруга скажет, что что это ты от меня шарахаешься, типа того, что... Вот. Но, думаю, что не стоит ей пугаться. Просто вам этот период, период отстраненности, период погружения в себя очень будет нужен. События на работе. Здесь выпала карта башня. Ну, конечно, башня, она и есть башня. Вот. Я думаю, что некоторым из вас придется даже не исключено, чтобы попрощаться с работой. Или, по крайней мере, окончательно в ней разочароваться. Либо окончательно принять решение, что всё, баста, хватит. Как говорится, издеваться над своим организмом. Всё, ухожу. То есть, кардинально. Кардинальное такое решение. Не исключено, что какие-то обстоятельства могут случиться на работе. Ну, либо фирма решит закрыться, либо какая-то реорганизация, там очень крутая реорганизация может произойти. Может, очень сильно поменяются собственники. И, соответственно, как говорится, новая метла по-новому метёт. И могут быть перестановки, увольнения, назначения и так далее и тому подобное. То есть, знаете, башня, она говорит, что скучать, в принципе, не придётся. Вот. Ну, вот для тех, кто, можно сказать, предчувствовал, предчувствовал, что может открыться что-то недоделанное вами. Или плохо сделанное. Какой-то косяк. Так вот, друзья мои, если это было вами сделано, какая-то недоработка, то в декабре она может открыться. Вполне. Дальше идём. Кто занимается бизнесом? Ну, девяточка чаш, друзья мои. Тут, как говорится, без комментариев. Вы будете довольны. То есть, пройдёт, может, какая-то сделка наметится. Может, она, наоборот, закончится. И закончится очень удачно для вас. Вы будете довольны. Либо вы, может быть, какие-то инвестиции привлекёте. Может быть, какая-то вам идея придёт, шикарная такая. Что вот, однако, вот этим я и буду заниматься. Или вот такие провизведу в своём бизнесе изменения. И они дадут очень хорошие плоды. Либо что-то такое вы сделаете в декабре, что, может быть, как говорится, сделает весь следующий год. И, соответственно, у вас будет большой повод отпраздновать это событие. Кстати, вот вернусь обратно по поводу событий на работе. Возможно, отшельник, он как раз и говорит о работе. Что события на работе нетривиальные такие события. Может, даже кардинальные в своём, как говорится, содержании. Они вас вот именно заставят подумать, задуматься. Какие-то решения принимать. Так что, вполне возможно, вот такое событие иметь место в вашей, как говорится, рабочей карьере. Ну, про бизнес я сказала, что, друзья мои, здесь, как говорится, никаких шероховатостей. И, похоже, отшельник, как говорится, для вас не та тема. Не та тема. Потому что тут всё схвачено, за всё заплачено. И всё в шоколаде. Идём дальше. Финансы. Рыцарь, рыцарь Пентакли выпал. Ну, что ж. Финансы обещают, друзья мои, пополнение. Если можно так сказать, пополнение вашей кубышечки. Какие-то у вас наметились горизонтики, где можно заработать. Откуда могут поступить вам денюжки. Ну, неважно, может, это даже не от работы, может, даже не от бизнеса, может, от продажи вашей жилплощади, там, или какой-то недвижимости, может, автомобиля. То есть, тут могут быть разные варианты. Не исключено, что вы придумаете, как более выгодно продать свои навыки, свой опыт. Может, даже вы наметили уже место, где вы можете полностью себя, как говорится, реализовать и за это получить очень хорошее вознаграждение. То есть, планы, планы, ещё раз планы. Причём, реальные планы. И не исключено, кстати, отшельник, он и говорит, что тут надо подумать. Здесь нельзя торопиться. В финансах торопиться нельзя. Ни в коем случае. Как говорится, сто раз подумать и один раз отрезать. Чем вы будете и заниматься. Но финансовые перспективы очень даже обнадёживающие. Идём дальше. Любовь. События в любовной сфере, друзья мои, для тех, кто в паре. Как сложатся ваши отношения с вашей парой, с вашей половиночкой. Здесь у нас выпала восьмёрка Пентакли. Ну что ж. Восьмёрочка Пентакли, она говорит, что придётся вам поработать в этом плане. Может быть, даже как-то подкорректировать свои отношения. Может, даже использовать чей-то опыт, чей-то совет. Как направить в нужное вам русло ваши отношения. Как исправить. Как склонить в вашу сторону вашу партнёршу. Ну, благосклонную, как говорится, сторону. Чтобы вам было выгодно. Как её уговорить. Ну, тем не менее, это всё-таки... Всё равно это можно назвать работой. Работой в отношениях. Работой, может быть, даже сказать, чтобы трансформировать ваши отношения. Именно в том русле, в котором вам нужно. Именно так, как вам нужно. И вы, естественно, будете стараться, стараться в декабре использовать все рычаги, весь свой опыт. Может, даже с кем-то будете консультироваться. Вот, как вам это сделать. Но, тем не менее, у вас может даже очень получиться. Очень даже может получиться, друзья мои. Ну, для кого-то эта карта может, даже, знаете, проиграться как... Ну, не сказать, чтобы подглядывание за вашей партнёршей. А вот, скорее, изучение её. Более глубоко, что ли. Её привычек. Чем она увлекается. Что её интересует. Чем она занимается. Понимаете? Если вам раньше, может, не до того было. То вот декабрь месяц, вполне возможно, вот такое желание возникнет. Ну, не сказать, чтобы уж прямая слежка. Но, тем не менее. Тем не менее. А кто-то, вполне возможно, просто заинтересуется. А куда ж она деньги-то тратит? Так что тут, как говорится, у каждого будут свои нюансы. Для тех, кто свободен. Здесь выпала четвёрочка жезлов. Ну, что можно сказать? Праздник. Ещё раз праздник. Не исключено знакомство на какой-то вечериночке. И, скорее всего, это семейного характера вечериночка. Либо очень такая, знаете, плотная тусовочка. Друзья, так сказать. Самые близкие друзья, подруги. То есть, компашка вот такая тёплая. И вполне возможно, что в этой компашке вы можете встретить свою, как говорится, родственную душу. Либо это корпоратив, друзья мои. Тем более, у нас в декабре новогодний корпоратив на работе, как правило, у многих. Поэтому не исключено, что на этом корпоративчике вы обратите внимание на какую-то сотрудницу, на какую-то коллегу. Может, раньше и не обращали внимания. Но на этом корпоративе вы можете увидеть что-то новенькое. И вас это привлечёт, завлечёт. И вы начнёте, как говорится, оказывать знаки внимания. Во что это выльется, другой вопрос. Но, тем не менее, шанс есть. Шанс есть обрести себе пару. Дальше, друзья мои, что уйдёт? И что придёт? Уйдёт у нас выпала карта Королева Пентакли. Какая-то дама. Какая-то дама, видимо, оказывала на вас очень такое сильное-сильное влияние. Или оказывала вам, возможно, материальную поддержку. Ну, вот в декабре, если это была поддержка, то в декабре, конечно, она, скорее всего, закончится. Дама посчитает, что свои обязательства она выполнила. Вполне возможно, что это поощрение. Поощрение, если у вас руководитель женщина, то это может быть разовое какое-то поощрение от этой дамы. Вообще, может быть, и не только на работе, может быть, и получение денег со стороны. Почему нет? Типа, как взаимопомощи. Может, кто-то вам взаймы даст. Вот эта дама даст взаймы вам денежки. Вполне возможно. Либо ваше общение с такой состоявшейся серьёзной женщиной, они принесут вам плоды. И, в общем-то, как говорится, в декабре уже не будет повода дальше, как бы, плотно вот так общаться и взаимодействовать. И этот вопрос у вас просто-напросто уйдёт. Может, кто-то просто-напросто долг отдаст этой женщине. Да? Такое тоже, может быть, рассчитается с долгами. Так. Что придёт? Ну, интересно, наверное, конечно, карта выпала правосудие. Она довольно неоднозначная. Она может говорить о каких-то юридических вопросах, о решении юридических вопросов. О каких-то, может быть, даже и судебных. Вот. Или участие в каких-то судебных разбирательствах. Может говорить о том, что вы будете в декабре как бы добиваться справедливости. Да, справедливости. И не только на словах. То есть не только это могут быть разборки. Но вполне возможно, что с привлечением каких-то юридических, с оформлением каких-то юридических документов, решением именно не голословно, как говорится, не на кулаках, а вот именно подкрепляя ваши слова, ваши права. И именно от документами, определёнными документами. Вот. Да, вполне возможно, что в декабре вы будете добиваться справедливости. Справедливости в том плане, что вы посчитаете, что с вами несправедливо обошлись. Или вас неправильно поняли, или, как говорится, ну вот, кстати, 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 вот это правосудие вполне возможно, опять же, возвращаясь к событиям на работе. Если тут пошла какая-то крутая реорганизация, ликвидация, то вполне возможно, что вам придётся именно отстаивать свои права, чтобы было сделано всё правильно, по справедливости. То есть не могли вас вот просто так выгнать, уволить или понизить и так далее и тому подобное. И вы будете чётко, очень чётко соблюдать обязательства со стороны руководства или со стороны собственников. То есть такой вопрос тоже может быть. Ну, для кого-то правосудие может говорить о том, что что-то или в семье, или со своей парой, или со своим партнёром вы будете обсуждать. Или просто-напросто оформлять какие-то свои отношения с партнёры, с партнёршами, вот, именно документально. Вот такой прогноз, друзья мои, получился. Нормальный прогноз, конечно, есть шероховатости, потому что неизвестно, вот эта башня, как она проиграется. Ну, судя по рыцарю Пентакли, я думаю, вы этот вопрос порешаете, да. Тем более, что ваше отношение к фон месяца, значит, и ваше отношение к происходящим событиям будет очень вдумчивым, мудрым, рассудительным. И, соответственно, ещё, если вы привлечёте, как говорится, свои знания в каких-то юридических вопросах, или, допустим, знания своих прав, своих обязанностей, то это вполне может помочь вам порешать все дела. Вот такие пироги. На этом я прощаюсь с вами, дорогие. Всех благ вам, всего хорошего вам, пусть у вас всё сбудется. Приветствую вас, дорогие тельцы. Сейчас мы сделаем прогноз на декабрь 2019 года для вас, дорогие мои, уважаемые. Коснёмся событий на работе, в бизнесе, в финансовой сфере, в отношениях и так далее. Итак, какие события вас ожидают в декабре 2019 года? Фон месяца. Ой, какой хороший фон. Так, какие события на работе? Какие события в бизнесе? Какие события в финансовой сфере? Теперь про отношения поговорим. Как сложатся отношения для тех, кто в паре со своей половиночкой? Какие события будут в личной жизни для тех, кто свободен? Что уйдёт в декабре и что придёт в декабре? Итак. Фон месяца. Десятка пентаклей. Ну, что можно сказать? Либо ваш месяц будет очень тесно переплетён с финансами. Ну, я не имею в виду такие вот ежедневные, такие текущие расходы. Нет. Здесь именно подчёркивается, что будет какой-то прилив денег. Прилив увеличения вашего денежного достатка. Вот. Или какие-то денежные операции, финансовые операции. Может быть, даже одна какая-то финансовая операция. Также Десятка пентаклей может говорить о концентрации, о вашей концентрации на какие-то семейные дела. Может, связанные с вашей семьёй. Может, с родственниками. Может, с родителями. Может, также для кого-то эта карта может проиграться как семейное какое-то торжество. Вполне возможно, что это и Новый год. Да, Новый год вы будете встречать в очень многочисленном, тесном кругу своих родственников. Вот. Хороший фон. Хороший. Что касается событий на работе. Здесь у нас выпала карта СУД. Угу. Вот такое ощущение, что, как вроде бы, что-то вернётся к вам. Возможно, кто-то вернётся на старую работу. Возможно, вернётся какой-то вопрос, который не был решён раньше. Может, вы чего-то добивались, не могли добиться. И вот прошло какое-то время, и, наконец-то, опять вернуло всё на круги своя, скажем так. И ваш вопрос поднялся вашим руководством. И может это касаться будет повышения, что вполне не исключено, и увеличение зарплаты. Может быть, ваши передвижки. Может, какого-то нового проекта. Тут, как говорится, может быть, даже, знаете, как я уже сказала, что могут вас пригласить на старую работу. Не исключено, что в декабре месяце вы можете кардинально поменять свою работу. Причём сами добровольно поменять работу. Может вернуться на свою... На вид деятельности, которым вы раньше занимались и бросили. Да. То есть, если, допустим, вы увлекались, скажем, ИД какими-то технологиями, ну, как программистом, или, допустим, электрик, или продажник. Да. А душа ваша, может, просила. А раньше, может, вы вообще занимались. Может, вы художник были, понимаете. И вот именно карта Сута, она говорит о возрождении ваших былых каких-то навыков. Ваших былых каких-то желаний, что ли. Вот именно по карьере. Может такое быть, друзья мои, может. Вот. В общем, карта довольно такая непростая. Она всегда говорит о значимых, скажем так, о значимых изменениях в вашей карьере. Вот в какую сторону, тут, как говорится, сложно сказать. Сложно сказать. У каждого тут у вас будет своя история. Но, тем не менее, факт остаётся фактом. Может, вы даже уже думали раньше заняться своей, перейти на свою бывшую работу. Или заняться, опять вернуться к своей специальности, к своей профессии, которая была у вас раньше, но вы её потом поменяли. То есть, это как, знаете, как возврат назад. Возврат к каким-то прошлым делам, к каким-то прошлым занятиям. Что касается бизнеса. Ну, четвёрочка Пентакли, дорогие мои. Что-то у вас появится, какое-то такое желание, почти несбыточное, если можно сказать. То есть, желание будет связано с переходом на более крутой уровень. Да. Ну, вот, допустим, грубо говоря, зарабатывали вы, допустим, в месяц, ваш бизнес приносил в месяц, допустим, миллион, да, миллион рублей. Вот. Но вы решили, в декабре решите всё, хватит мелочиться, перехожу на уровень 10 миллионов. И начнёте подыскивать себе или другой бизнес, или партнёров себе, или деньги для вливания, для расширения своего бизнеса. Вот. Всё-таки карта, конечно, Пентакливая, она может говорить вот именно о поиске дополнительных инвестиций. О поиске, может, более крупных каких-то партнёров, даже партнёров, даже не... Да, даже партнёров, как и участников вашего бизнеса, но и более крупных, допустим, контрагентов. Да, это будет непросто, и вам придётся очень сильно голову поломать, так как перескочить вот на другой уровень, вот сразу, или получить вот это всё сразу, ваше желание ваше исполнилось, ну, можно сказать, как говорится, очень сложно. Очень сложно это сделать всё-таки. Видите, маленькая дверца, а девочка очень большая. То есть тут нужно какие-то нетрадиционные методы, способы. Может, поменять бизнес-модель, может быть, вообще всё поменять, как говорится, в вашей структуре вашего бизнеса, чтобы вот получить то, что вы задумали. Вот. Ну, я думаю, что может у вас получиться, и, в общем-то, десятка Пентакли, фон месяца, вот как раз она и говорит, что финансы могут... Вы можете эти финансы найти, если это касается именно вливания в ваш бизнес. Ну, для кого-то это просто какую-то сделку крупную провести, которую вы раньше такими вещами не занимались, на такой объём вы не замахивались. Ну, в декабре у вас представится такая возможность, или желание появится осуществить вот такую свою мечту, или вот такой задел сделать в свой бизнес. Ну, тоже интересное время. Так, финансы, финансы, друзья мои. Здесь у нас выпала звезда. Ну, опять же, вот, наверное, не случайно, не случайно здесь выпала звезда. Она говорит об уходе, об отказе, об отказе от каких-то источников дохода. Вполне возможно, что вот как раз связано с перетурбациями у вас в карьере на работе. Может быть, это связано вот именно как раз с теми желаниями вашими, или возможностями, возможностями перескочить на другой, более высокий уровень дохода. Вот. То есть, какие-то доходы у вас могут в декабре уйти. Или даже, можно сказать, структура доходов может поменяться. Да. Если зарабатывали вам вы от одного вида деятельности, или от одних сделок, вот, то в декабре вы можете уйти от этой темы и, как говорится, заняться совершенно новыми. Либо назад вернуться. Тоже вот, кстати, я и говорила, что здесь кто-то вернется на старую работу. Вот. То есть, при уходе со старой работы, вы, естественно, у вас ликвидируется и этот источник доходов. Для кого-то этот месяц может проиграться изменениями в статьях расхода. То есть, вы можете проанализировать, куда вы деньги тратите, на что вы тратите. И вполне возможно, что порежете, что вот скажете, вот на эти расходы больше я не трачусь. Всё. Может, даже, знаете, у кого-то кто-то погасит ипотеку. Всё. Больше ему не надо напрягаться и, как говорится, на эту статью расходов обращать внимание. Кто-то рассчитается, может, с долгами. Тоже зачеркнёт этот вид расхода. Вот. Поэтому... То есть, какое-то произойдёт изменение. Изменение не только в статьях доходов, но и в статьях расходов. Причём, скорее всего, добровольное. Ну, также, конечно, звезда может говорить о мечтах. О мечтах, может быть, о былых когда-то доходах в ваших заработках очень хороших. Может, о мечтах более увеличить эти доходы. Такие, знаете, вот, если я вот это сделаю. То есть, какие-то картинки начнут рисоваться в вашей голове, как можно сделать, чтобы вот... Не только, как говорится, на хлеб с маслом хватало, но и на икру. Вот. Идём дальше. Отношения. Отношения для тех, кто в паре. Здесь у нас выпала восьмёрочка Пентакли. Надо же, у Овнов тоже выпала восьмёрка Пентакли. Ну, что сказать, друзья мои. Что-то ваша подруга заставит вас призадуматься, если можно так выразиться. Ну, в каком плане призадуматься? Она заставит вас обратить на себя внимание. Может быть, её поведение какое-то. Может быть, какие-то поступки её для вас явятся вновь. Что-то вы новое увидите. И начнёте, как говорится, себе мотать на ус. Почему это произошло? А с чем это связано? А как мне под это подстроиться? Что из этого, как говорится, мне извлечь в свою пользу? А на что, как говорится, наоборот? Обратить особое внимание и исправить это. Если, конечно, вам это не нравится. Вот. Конечно же, восьмёрка Пентакли также может говорить о каких-то денежных ваших отношениях с вашей партнёршей. Ну, я не скажу, что, может, вам не понравится, куда она деньги тратит. Ну, вполне возможно, что для кого-то восьмёрка Пентакли наоборот скажет о том, что вы начнёте в свою партнёршу влаживать дополнительные какие-то деньги. Давать ей больше денег. Какие-то покупки ей покупать. Подарки и так далее. То есть вы начнёте действительно влаживаться в свою партнёршу по полной. Не только деньгами, но и вниманием. Изучением её, как говорится, более глубоко, её характера. То есть для того, чтобы выстроить отношения вот именно такие, какие вам нужны. То есть, друзья мои, вам предстоит своего рода работа. Работа по налаживанию отношений со своей партнёршей именно таких, какие вы их видите, какие они вам нужны. Вот. Дальше. Кто свободен? Здесь у нас выпала карта Отшельник. Ну, вот знаете, я тут не вижу никаких знакомств. Я не вижу тут каких-либо любовных, даже флиртов. Вот. Скорее всего, как-то вам будет не до того. Вы будете как бы сторониться. То есть, в принципе, внимание это могут вам оказывать девушки, женщины. Как-то, может даже и флиртовать с вами. Но, ваше отношение ко всем вот этим делам, оно будет, ну, даже сказать, именно отшельническое. Не надо вам будет этого. То есть, декабрь, вы как-то вот отстранён от всех таких дел. Отстранён. А может, это будет связано с рабочими какими-то моментами, что не исключено, кстати говоря. Либо по каким-то своим соображениям. Может, прошлые отношения у вас ещё рано не зажили, поэтому вы как-то залечивать будете себе. Вам надо внутри с собой разобраться. А хотите вы каких-то дополнительных союзов вот этих любовных или не хотите. Или хотите вы какое-то время пожить один. Без вот этих взаимных обязательств, без вкладывания своего времени, своих эмоций в отношения с другим человеком. То есть, влаживание именно в построение любовных отношений. То есть, нет. Декабрь, как говорится, декабрь у вас будет тихий. По крайней мере, так говорит отшельник. Что уйдёт и что придёт? Что уйдёт, выпала тройка Пентакли. Ну, такое ощущение, что... Какой-то вы заказ, похоже, выполните. То есть, вы долго занимались над этой работой, долго что-то делали, что-то выстраивали, какие-то, может быть, отношения. Может быть, она, кстати, может говорить и об отношениях. Может быть, вели какие-то беседы, переговоры по поводу будущей сделки. Может, занимались каким-то проектом. Может, занимались какой-то сделкой. Так вот, в декабре вы получите определённое вознаграждение. Может быть, и моральное, может быть, и финансовое. Но это закончится. Это закончится. Ну, вообще, тройка Пентакли, она всегда говорит практически о работе. О работе, о вознаграждении. То есть, если у вас до этого была пахота, какой-то аврал, то в декабре это уходит. Что придёт? Выпал туз Жезлов. Ну что ж, какой-то энергетический посыл, какой-то, может, даже энергетический взрыв может произойти в вашей душе, в ваших желаниях, в вашей голове. Ну, это ещё не говорит о том, что вы засучите рукава и, как говорится, возьмётесь за дело. Нет, ну, главное, что появится огромнейшее желание что-то сделать. Может, это цель какая-то появится у вас. Может, это появится какая-то такая, знаете, крутая, крутая идея. И, как говорится, кровь у вас забрулит в жилах. И вам захочется уже вот сейчас прямо начать. Может быть, может, и такое быть. Вот. А может быть, для кого-то это проиграется какой-то новой любовной интрижкой. Вполне может быть. Каким-то новым любовным увлечением. Или для кого-то, может быть, проиграться, освоить какую-то новую профессию, получить какую-то новую специальность, завести какие-то связи. То есть это именно как начало, начало какого-то желания, начало, вернее, импульс начать что-то новое, друзья мои. Вот. Что это будет? Где это будет? Может, это будет в работе. Может, это будет в бизнесе. Может, это касаться будет, как говорится, ваших отношений с партнершей. Всё, как говорится, не исключено. Тут у вас много тельцов. И у каждого могут свои быть нюансы, свои детали, свои, как говорится, желания. Но, тем не менее, это очень хорошая карта. Она говорит, что депрессника у вас в декабре не будет. Нет, наоборот, наоборот, такая, знаете, движуха может начаться. Движуха, переговоры, разговоры, переезды, вернее, ну да, переезды, встречи. В общем, вот так вот как-то, друзья мои. Вот такой прогноз получился. Прогноз хороший. Нормальный, скажем так, прогноз. Вот. Где-то, может, даже скучать не придётся. Но тем и живём. Я желаю со своей стороны вам, пусть у вас всё получится, пусть у вас всё сложится. И, как говорится, удачи вам и везения. Приветствую вас, уважаемые мужчины-близнецы. Сейчас мы посмотрим, какие события вас ожидают в декабре 2019 года. Сферы рассмотрим работу, бизнес, деньги, любовь. Ну и там ещё кое-какие позиции. Итак, какие события вас ожидают в декабре. Каким будет фон месяца? Так, интересно. Какие события ожидают вас в сфере работы? Какие события ожидают вас в сфере бизнеса? Какие события ожидают в финансовой сфере? Как сложатся отношения с вашей партнёршей? Какие события в личной жизни ожидают тех, кто свободен? Хорошая карта. Так, ну и что уйдёт? И что придёт в декабре? Вот такие интересные у нас карты выпали. Так. Фон месяца. Выпала карта Шут. Ну, карта Шут говорит всегда о чём-то новом. О какой-то идее. О каком-то новом деле. Может, также карта говорит об обнулении чего-то. Какой-то сферы обнуления. То есть, либо о новой работе, либо о увольнении. Но также карта может говорить и о путешествии. То есть, кто-то подастся, как говорится, в далёкие края. О поездке за границу. Интересная, конечно, карта, ничего не скажешь. Но давайте посмотрим всё-таки поконкретнее, как на остальные сферы. Что у нас там ожидает. И, как говорится, тогда может пойти больше. Лучше расшифруем эту карту. Итак, работа. Выпала четвёрочка. Четвёрочка Пентакли. Ну, у кого-то появится желание, можно сказать, объять необъятное. Желание получить то, что очень трудно добиться. Возможно, даже нереальное на данный момент. Вот как-то вот так вот даже. Так что, вполне возможно, что карта шут. Вот она тоже говорит, что вам пришла в голову какая-то идея. Какая-то цель, возможно. Но эта цель на данный момент, она непростая. И тут, как говорится, с наскока не возьмёшь. Надо будет очень крепко подумать. И, скорее всего, чтобы её добиться, нужно отойти от каких-то ваших привычных, что ли, схем. Привычных методик, техник. А вот именно, ну, можно даже так сказать, скреативить своего рода. Вот. Иначе, как говорится, в эту маленькую дверку вряд ли вы войдёте. Вот такие пироги. Для тех, кто ищет работу. Ну, конечно, карта не говорит о том, что вы в декабре можете её найти. Но, тем не менее, какие-то варианты у вас появятся. Скорее всего, будут у вас и собеседования. Но чем это дело закончится, ну, вряд ли в декабре как-то определится это. Оформится, что ли. Нет. Скорее всего, оно перейдёт на следующий месяц. Не исключено также, что в декабре у кого-то на работе возникнет нестандартная ситуация. Либо с коллегами, либо с руководством. Ну, и скандально эту ситуацию не назовёшь. Она, скорее, связана будет с решением какого-то вопроса. Или с подходом, с правильным подходом к какому-то обстоятельству. То есть, могут обстоятельства так сложиться, что это заставит вас задуматься, напрячься, что ли. Напрячься, да. Скорее всего, напрячься. И может даже, знаете, может даже и искать помощи у кого-то. Вполне возможно. Вполне возможно. Но то, что вы эту проблему решите нетрадиционно, вот, скорее всего, так оно и будет. Если это по шуту, это, скорее всего, так и будет. А может, её вообще выкинете, скажете, да, ну, и в баню, как говорится, заморачиваться на этим. Либо, знаете, ещё, может, с такой лёгкостью подойдёте к решению этой проблемы. Ну, может, даже и не проблемы, а к ситуации, ну, вот, как, знаете, по-фигистски, что ли. А будь что будет. Вот решится так, ну и ладно. Не решится, ну и тоже ладно. И вот как-то вот так вот. А вот что это интересно, вот, тут уж не знаю, не скажу. Я имею в виду, что за конкретная какая-то ситуация. Здесь мне уже сложно высказать, потому что их может быть миллион, как говорится, и маленькая тележка. Что касается бизнеса, друзья мои. Здесь выпал рыцарь Жезлов. Рыцарь Жезлов. Что-то вот как-то так, знаете, поднадоез вам. Поднадоез этот ваш бизнес. По крайней мере, в том ракурсе, который он у вас сейчас есть. Захочется что-то поменять. Ну, рывка такого нет. Не будет, конечно, в декабре. Но заставит уже призадуматься. Заставит призадуматься, что делать, как делать. Может это дело вообще забросить. Может что-то туда обновить. Может, как говорится, с кем-то соединиться. Может кого-то пригласить в партнеры. Ну, вот как-то, знаете, вы уже, можно сказать, на выходе. На выходе из этой ситуации. Хотя, конечно, до конечной цели еще далековато. Но, тем не менее, на коня вы уже сели. И вы уже задумались. Ага. Каким путем идем, товарищи? Вот такой будет посыл у вас в декабре по вашему бизнесу. Что касается финансов. Ну, друзья мои, с финансами выпала карта суд. Идет пересмотр. Пересмотр ваших финансов. Я бы так сказала. Причем очень даже глубокий анализ будет. Куда вы деньги тратите. Откуда вы их получаете. Как было раньше. Как стало сейчас. Вот такое сопоставление своего рода будет. Ага. Где я ошиблась. А где я недополучила. Где я зря деньги потратила. Какую пользу мне принесли эти деньги. Вот, знаете, у вас как вроде бы проснется. Проснется такой позыв, что ли. Такое чувство. Однако надо заняться финансами. То есть, раньше, может быть, вы, как говорится, и не очень так обращали внимание. Ну, вот есть сумочка. Вот я ее потратил туда-сюда. То есть, как вроде бы наработанная схема. А тут вы вроде бы как проснулись. Понимаете? Вот, кстати, шут. Он и говорит тоже о таком вот драйве, что ли. Об интересе. Может быть, даже, знаете, рискнуть вам захочется. То есть, вот карта сута, она говорит, что вы отойдете от тех методов, которые были у вас раньше. От методов зарабатывания денег. Методов, способов траты. Будет вот как вроде бы все по-другому. Может быть, даже кто-то из вас даже, ну, своего рода прозреет, что ли. Прозреет в плане того, что, ой, а зачем я вот здесь, как говорится, тружусь, зарабатывая копейки, когда я могу вот туда пойти, и там я больше буду зарабатывать. Да, рискованно, да, не совсем просто, но, тем не менее, есть какой-то выбор. Есть какая-то перспектива, чем, допустим, вот то, что было раньше. То есть, да, в финансовой сфере, друзья мои, вас ждут перемены. Вас ждут больше даже, знаете, может, даже внутренние какие-то ваши изменения. Ваше внутреннее изменение отношения к деньгам, к их тратам, к их зарабатываниям. Как вроде бы вот заново народитесь вы. Заново посмотрите на свои финансы. На все вообще денежные вопросы. Да. Может, это связано, знаете, может, связано с вашими какими-то новыми планами. Может, с каким-то будущим путешествием, желанием попутешествовать. Поэтому вы вынуждены будете заново пересмотреть всё. Потому что, ну, сами понимаете, без денег-то особо, как говорится, не попутешествуешь. И цели, если у вас есть какие-то, всё равно нужны на всё деньги. Как ни крути. Вот. Идём дальше. Отношения. Отношения в паре. Да что ж такое-то. У меня всё время выпадает восьмёрка Пентакли. Уже овен, телец, теперь ещё и близнецы. Ничего себе. Ну, что сказать, друзья мои. Отношения будут рабочие. Если можно так выразиться. Рабочие. У кого-то они будут очень насыщены денежными, денежным интересом. Уж с чьей стороны будет денежный интерес, не знаю. Или с вашей стороны, к своей партнёрше, сколько она зарабатывает, сколько она приносит. Как она вообще, как говорится, состоялась в финансовом плане. Вот. Может быть, со стороны вашей партнёрши будет вот такой интерес. А что вы из себя представляете. Но, тем не менее, как бы, вроде идёт более пристальное изучение друг друга. Может и такое быть, друзья мои. Пристальное изучение друг друга. И вы будете изучать свою партнёршу. И она вас будет изучать. И, как бы, понадобится это для того, что, ну, может, что-то в друг друге не нравится. Может, что-то вы захотите в друг друге изменить. Но прежде чем нести перемены, нужно вначале изучить друг друга досконально. Ну, насколько это, конечно, возможно. Вот. Может быть, даже, знаете, опять же, вот по шуту, ваше вот такое настроение, ваш фон, он может... Или обстоятельства заставят вас именно обратить внимание на свою партнёршу. Или, как говорится, наладить с ней те отношения, которые вам нужны, если вам что-то не нравится. Или вы что-то хотите изменить. А изменить, вполне возможно, вы захотите что-то. Может, свой стиль жизни поменять захотите. И если у вас есть партнёрша, вам волей-неволей, но придётся с нею, по крайней мере, поставить её в известность. Что вот вы теперь будете вот так-то, так-то и так-то, так-то жить. Нравится ей или не нравится. Ну, естественно, будете смотреть, наблюдать, а какая будет реакция с её стороны. Как она будет реагировать. Поддержит, не поддержит. Вот как-то так, друзья мои. Свободные, свободные близнецы, у вас выпало солнце. Ну, что сказать. Будет пара, будет знакомство. Может быть, флирт. Может, даже, знаете, любовь с первого взгляда. Может быть, сразу же, вот, как говорится, не успели познакомиться, а тут же, как говорится, и уже и жить вместе стали. То есть декабрь для вас может высветить новый смысл жизни. Новое видение партнёрства. Новое видение подхода к созданию союза. Тут всё, что хочешь, может быть. Но, тем не менее, тем не менее, друзья мои, великолепная карта. И она сулит очень много. Она сулит радости. Она сулит солнца. Она сулит перспективы более серьёзных отношений, вдумчивых, любовных отношений, чувственных отношений, взаимопонимания. Ну, вот, знаете, тут не хватит эпитетов, чтобы описать эту карту. Мне так кажется. То есть описать ту ситуацию, которая может у вас создаться в декабре месяце. Ну, и дай бог, дай бог, конечно, хорошую вам подружку, хорошую вам партнёршу. Дальше, что уйдёт? Выпал у нас здесь король, ой, извините, король мечей. Уйдёт какая-то острая ситуация. Возможно, уйдут какие-то разборки. В том числе и юридические, и судебные. Закончатся натянутые отношения с коллегами или с руководством. Может быть даже, что разрешится какая-то конфликтная ситуация. Очень конфликтная ситуация, инициатором которой был какой-то мужчина. Может, он был спорщик. Может, он что-то... Уйдёт давление. Да. Уйдёт давление с чьей-то стороны. Ну, это, конечно, мужчина. Может, это в лице вашего начальника, что наконец-то он от вас отстанет, скажем так. Или согласится с вами, что вы правы. Ну, по крайней мере, вот такая напряжённая ситуация, или давление со стороны, или вмешательство какого-то мужчины в ваши дела. Неважно, в рабочие, или в семейные, или в личностные. Неважно. Но это давление закончится. Это вмешательство закончится. Что придёт? Четвёрочка жезлов, друзья мои. Идёт праздник. Праздник, праздник. В кругу семьи. И может, это корпоративчики. Тем более, что у нас Новый год на носу скоро. Вполне возможно, вот четвёрка жезлов, она и показывается. Что год закончится хорошо. Год закончится весело, радужно. Радужно. С какими-то перспективами. С получением каких-то очень хороших бенефитов. Может, даже с трудоустройством с каким-то. Может, ещё что-то. Может, какой-то семейный праздник будет. Может быть, у вас получится наконец-то достигнуть то, что вы хотели достичь. И вы будете в конце года этому очень рады. И не только рады, но захотите это отпраздновать, отметить. В общем, вот как-то так. Вот такой позитивчик к концу года, дорогие мужчины-близнецы. На этом я заканчиваю свой прогноз. Дай Бог, чтобы у вас действительно всё получилось. Чтобы, как говорится, все проблемы рассосались, если они были. Ну, и, естественно, везения вам, удачи и ещё раз удачи. Приветствую вас, уважаемые мужчины-раки. Сегодня мы рассмотрим прогноз событий на декабре 2019 года. Коснёмся темы работы, бизнеса, денег, отношений. Ну и там ещё кое-какие будут у нас вопросы. Итак, какие события вас ожидают в декабре 2019 года? Каким будет общий фон месяца? Какие события на работе? Какие события в бизнесе? Какие события в финансовой сфере? Что ж такое-то тут, понимаешь ли, у нас? Так, как сложатся отношения в любовных отношениях? Какие события в личной жизни ожидают для тех, кто свободен? Это для тех, кто в паре. Как сложатся отношения для тех, кто в паре? Это кто свободен. Что уйдёт в декабре месяце? И что придёт в декабре месяце? Так, начнём. Фон месяца башня. Да, повезло, как говорится. Повезло, так повезло во мраке. Ну, что сказать? Не исключены кардинальные изменения. Не исключено срыв каких-то планов. Ну, единственное, что успокаивает, скажем так, да, что если были какие-то планы, проекты, то, значит, ну, не до конца они были проработаны. Не до конца были учтены все нюансы. Или, может быть, партнёры, с которыми вы собирались что-то сделать, ну, скажем, не до конца, не серьёзными были. Не настолько были серьёзными, чтобы с ними можно было что-то мутить. То есть башня, она всегда рушится тогда, когда есть какие-то трещины, есть какие-то недоговорённости в отношениях, есть какие-то уже подводные течения, которые разрушают фундамент. Только в этом случае наступает башня. То есть разрушение. Ну, будем надеяться, что именно так и будет. Я имею в виду, что разрушится только то, что было старое, и разрушится только то, что было не нужно в вашей жизни. Как говорят, всё, что не делается, делается к лучшему. Так, что на работе? Ну, похоже, башня не относится к работе. Здесь у нас выпала четвёрка жезлов. Ну, можно сказать, что здесь какое-то идёт расслабление, что ли. То есть подведение итогов, друзья мои, кто работает по найму. Подведение итогов. Причём эти итоги, они вас очень будут радовать. Они вас будут вдохновлять. Давать вам новый энергетический посыл, понимаете. Кто-то, как говорится, наконец-то добьётся в этом месяце признания своего таланта, своих навыков, своего опыта. Вот. Также карта может говорить о каком-то корпоративе, о мероприятии. Может быть, это и новогодний, кстати, корпоратив. Может быть, это юбилей фирмы, где вы работаете. Может быть, вы будете отмечать своё повышение, своё назначение. Можете, как говорится, придёте на новую работу. Кстати, вот, может быть, башня говорит о том, что вы ушли со старой работы и устроились на новую. И будете, как говорится, проставляться на новом месте. Ну, как говорят, когда приходишь на новое место, всегда несёшь тортик. Ну, самое главное, что климат в коллективе будет очень благожелательный, очень такой, знаете, рабочий, очень взаимопонимание будет полное. Как вроде бы все, все будут нацелены на какую-то одну цель. И работа будет идти очень слаженно. Друг друга будет подпитывать. То есть, друг друга вы будете подпитывать энергией. Как бы одна цель будет. Одна цель сделать, достичь. Ой, извините. Вот, кстати, кто искал работу, очень большая вероятность, что вы её найдёте. Причём найдёте не просто работу, а именно ту работу, которая вам нужна. Или, по крайней мере, если вы долго очень искали работу, то в декабре месяце вам, наконец-то, представится возможность трудоустроиться. Вот, что касается дальше, что касается бизнеса, кто занимается бизнесом. Вот здесь не всё так просто, дорогие мои. И вполне возможно, что вот эта башня, она больше относится к сфере бизнеса. Тут мы видим нестандартную ситуацию, даже, может быть, в каком-то плане критическую, где вам придётся мобилизовать все свои силы. И энергетические, и умственные, и ресурсы, может быть, связи свои все мобилизовать, чтобы выйти из этого состояния. Потому что, как видим мы на рисунке, погас маяк. Погас. Что делать? Видите? То есть маяк перестал указывать путь, показывать дорогу. Ситуация действительно критическая. То же самое и у вас, вполне возможно. Может, что-то сорвётся крупное. Может, что-то не получится, на что вы рассчитывали. Или получится совершенно не так, и это поставит вас в тупик. Это заставит вас искать выход, искать методы, способы. В общем, как говорится, скучать точно не придётся. Вот как-то так. Вот как-то так. Что касается финансов. Двоечка жезлов. Ну, вот такое ощущение идёт, что вы будете изыскивать варианты новых заработков. Или изыскивать, где можно добыть деньги, скажем так. Даже, знаете, может у кого-то и занять. Или привлечь инвестиции, может, в свой бизнес. Или на какие-то свои дела. Не обязательно на бизнес. Вот. Может, даже на какой-то праздник. И не исключено и это. Может, даже вы финансы вас заставят ну, грубо, конечно, наверное, прозвучить следить за расходом денег со стороны, допустим, ваших родных и близких. Может быть, собирать информацию кому сколько какие оклады платят. Не исключено это. Чтобы сравнить, насколько вам адекватно. Не ущемляют ли вас финансово. То есть, может быть, это сбор, знаете, такой конфиденциальной информации, где-то вот так негласно, потихонечку, не афишируясь, где что говорят, где о чём шепчут. Может и такое. То есть, здесь больше вот именно идет именно, скорее всего, и сбор информации, и сбор, где добыть деньги. Может, даже, знаете, не знаю, вот почему-то у меня еще идет ощущение, не исключено, что какое-то утаивание, что ли, утаивание собственных заработков на какие-то свои цели. Да, еще и это идет. Так, что касается отношений, как сложатся отношения у тех, кто в паре. Здесь у нас выпал пажезов. Что тут можно нам сказать? Ну, как-то, знаете, всё празднично, я бы так сказала. Всё очень даже празднично. Может, даже ваши отношения, они как бы на новый этап начнут переходить на новый этап. Может, даже после ссоры, а может, и не после ссоры, вот так вам захочется, как говорится, добавить новые искры в ваши отношения, искры любви, искры страсти, одарить свою партнершу подарками, в буквальном смысле слова. Чем-то ее порадовать, может, шопингами, может, поездкой куда-то. Ну, вот как-то, знаете, идёт такая информация, что сделать отношения со своей партнершей праздником. Праздник, 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 праздник. Ну, великолепно, великолепно. Дай Бог, как говорится. Дай Бог. Вот кто, кстати, ещё не женат, вполне возможно, могут сделать предложение своей половинке в декабре. Или вместе жить, или сочетаться, как говорится, с законным браком. свободные раки. Что вас тут ожидает в личной жизни? Ну, здесь мы видим девятку жезлов. Девяточка жезлов. Ну, вот, знаете, как вроде бы вы практически уже готовы создать новый союз с новой партнершей. Вроде бы вы долго готовили себя, может, морально, может, финансово, может, как-то вот, чтобы выглядеть престижно, презентабельно, статусно. Вот. Учитывая, как бы, учитывая свои прошлые ошибки и учитывая свои прошлые заслуги. Вот с таким подходом уже, как говорится, в полной боевой готовности вы, вполне возможно, в декабре решите всё-таки найти себе подругу. найти себе подругу. И причём, понимаете, такое ощущение идёт, что вы будете готовиться не просто вот флирт, да, а, скорее всего, к более серьёзным отношениям. Более серьёзным. Так, что уйдёт дамы жезлов? Угу. Ну, закончатся, могут закончиться у кого-то отношения с какой-то дамой. Скорее всего, эта дама деловая, может, это ваша партнёрша, и декабрь покажет, что смысла нет дальше продолжать это отношение или партнёрство, в любом, неважно, как говорится, в каком ракурсе. Вот. И вы расстанетесь. Может, эта дама какую-то помощь вам оказывала. Может быть, наоборот, давила на вас. Что-то так вот требовала. Но тут, понимаете, тоже давления особо сильного нет, но, тем не менее, может, вас напрягала её энергичность. Её, так скажем, излишнее, излишнее на вас давление, можно даже так и выразиться. Да, излишнее. Всё-таки дама Жезлов, она очень энергична, она не сидит на месте и давай, 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 как говорится, думать некогда вперёд из песни. У неё много идей, она прямо полна. И полна идеями, и энергиями, и вот вокруг неё должно всё двигаться. И вот оно, может, вас это не особо, как говорится, радовало. Вот. Всё-таки раки более степенные, такие спокойные, представители, как говорится, зодиака. Поэтому вот эта энергетика, может, она не совсем совпадала с вашей. Так вот, вот это давление общения, оно, скорее всего, у вас уйдёт. Либо просто эта дама вам оказала соответствующие услуги, там, и какую-то помощь, и в этом, дальше, в этой помощи необходимости не было. придёт, придёт король жезлов. Очень интересно. Не исключено, что в вашем окружении появится солидный товарищ, солидный партнёр, многоумеющий, многознающий, очень энергичный, и который может вам поднять, кстати, вот, не исключено, что это с бизнесом, вот как раз может вам помочь выйти из этой критической ситуации, разрешить её, а может даже вам поможет продвинуться по службе. То есть, это очень хороший показатель, то есть, эта карта, она очень такая, сулит много вам бонусов, сулит вам много перференций, что ли, продвижение вперёд. Да, продвижение. То есть, этот мужчина в декабре может вам на вас оказать очень хорошее влияние. Даже вот, знаете, даже если не просто помощь какую-то конкретную, а просто влияние, вы можете брать, начнёте с него пример, как у него это получается, как он это делает, а вот буду я вот это тоже так делать. Да, не исключено, чтобы этот мужчина может стать вашим покровителем. Да, покровителем. Может это на работе, может это по бизнесу. Тут, как говорится, варианты. Возможны те и другие. Вот такой расклад получился, уважаемые раки мужчины. Очень хороший, позитивный. Ну, даже, знаете, хоть кто-то скажет, какой же позитив, если башня выпала. Ну, ещё раз вам скажу, что башня, она всегда говорит о разрушении чего-то старого, неустойчивого, лишнего и ненужного для вас. поэтому я думаю, что в данном случае, учитывая остальные все карты, это именно так и будет. Ну, а мне остаётся только пожелать вам успехов, пожелать вам удачи, пусть у вас всё сложится, пусть у вас всё получится, вот, и будьте счастливы. и до новых встреч на моём канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины-львы, с вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года. Узнаем события, какие ожидаются в сфере работы, бизнеса, финансах, в отношениях, ну, и так далее. Итак, какие события ожидаются в декабре 2019 года? Фон месяца. Отлично. Какие события ожидают по работе? Какие события ожидают в сфере бизнеса? Какие события ожидают в финансовой сфере? Как сложатся отношения для тех, кто в паре? Какие события в личной жизни для тех, кто свободен? Что уйдет в декабре и что придет в декабре? Отлично. Просто замечательно. На вашей улице праздник львы, уважаемые львы. Ну, мало того, что у вас солнце. Фон месяца солнца. Ну, наверное, лучше карты не найдешь во всем раскладе. Нет, есть там еще хорошие карты? вот. Но солнце, оно говорит, что все будет у вас складываться замечательно. Все, что вы запланируете в декабре, у вас получится. Если вы чем-то уже занимаетесь, то закончится это дело именно таким образом, каким вам нужно. Отношения будут слаживаться просто замечательно. Не исключено, что кого-то озарит идеей новой, озарит какой-то новой целью, или вы увидите какую-то проблему, ситуацию в новом свете и скажете «О, Эврика, а я-то думал, как решить». А тут оказывается все просто, понимаете? Именно как озарение. Отличнейшая карта, отличнейшая. Ну вот уже даже сферу работы смотрим. Выпал Паш, ой, ну да, Паш Жезлов. Мы уже видим, что идет предложение. Вот, пожалуйста, вот она уже радость идет. Предложение по работе, предложение по продвижению вас в карьере, предложение новой работы, особенно кто ищет ее. Причем, понимаете, эти предложения все настолько для вас позитивные, настолько для вас хороши. Ну вот именно то, что, как говорится, доктор прописал, грубо выражаясь. Вот. Ну, сказочная, сказочная карта, особенно учитывая, как говорится, под солнцем. Что касается бизнеса, здесь у нас выпала восьмерка. Восьмерка Пентакли. Работать и еще раз работать. Будете перенимать похожий опыт у кого-то. Или, как говорится, подсматривать за своими конкурентами, а как у них все делается, а почему у них прибыль больше, что они такого делают, что вы не знаете. То есть, как вроде бы, знаете, идет ощущение изучения вами конкурентов, причем вплотную. может, вы даже, знаете, задумали какой-то новый бизнес вполне. И начали уже прощупывать ситуацию своего рода маркетинговые исследования проводить. Да, маркетинговые исследования. Что на рынке, что в этой нише делается. Вам все интересно. Тем более, если, опять же, возвращаясь к солнцу, похоже, действительно, это будет какая-то у вас новая идея. И вы ее будете изучать, вы будете ею плотную заниматься. Ну, по старому бизнесу, который у вас есть, допустим, здесь вы начнете изыскывать новые ресурсы. Как поднять бизнес, поднять по доходности, по продажам. будете проводить анализы, будете проводить анализ доходности, расходности. Анализ, даже, знаете, может, даже будете проводить анализ, как работают ваши работники, ваши сотрудники. Кто работает лучше, кто работает хуже, кого переставить. Или, может, даже у вас появится идея, может, кого-то переманить в ваш То есть, как говорится, будет очень насыщенная работа в плане изменений, в плане роста, расширения вашего бизнеса. Финансы. Здесь у нас выпал паш-чаш. Ну да, может возникнуть необходимость дополнительных денежных ресурсов. Придется их искать. Ну, искать разными способами не исключено. Искать в разных направлениях. Может даже это и займы. Может это как раз о том, что я говорила, что за счет какого-то усовершенствования в бизнесе. Или за счет привлечения инвестиций со стороны. Или за счет привлечения партнеров. Кстати, партнерство вполне может быть. Или за счет, если вы по найму, то за счет получения каких-то новых навыков. И, соответственно, увеличения, как говорится, вознаграждения вам за вот эти новые навыки. Увеличение зарплаты. То есть, будет идти поиск возможностей, способов, методов и ресурсов для пополнения вашего кошелька. Если грубо выражаться. Вернее, если точно выражаться. Что касается отношений. Для тех, кто в паре. Ну, выпала шестерочка чаш. Прекрасные отношения. Полное взаимопонимание. Любовь, чувственность, забота о друг друге. Ну, что тут можно сказать. Все просто замечательно. Если кто был в ссоре, вполне можете помириться. Также не исключено, что посодействуют члены вашей семьи, укреплению ваших отношений с вашей партнершей. Вот. Но у кого-то, вполне возможно, на горизонте может нарисоваться бывшая партнерша. И, соответственно, как говорится, эта встреча принесет вам воспоминания. Как, что, куда. Как такую. Может вызовет даже ностальгию. Тоже может быть. Тоже может быть. Дальше. Кто свободен? Выпал король чаш. Ну, вот. Я тут как-то особо не вижу, что у вас может что-то закрутиться, какой-то роман. Тут больше, знаете, идет, как вроде бы вы какие-то планы-то строите. У вас кто-то есть, например, эти-то есть. Но вот вы продумывать будете в тихушечку стратегию, тактику. Вот как ее так вот взять на абордаж, чтобы она не отказалась, чтобы она заинтересовалась вами, чтобы она, так сказать, к вам лояльно была настроена. А может даже просто и даже влюбилась. Ну, такая, знаете, может хитрушка. Может какие-то такие манипулятивные какие-то схемы будете разрабатывать. Как завлечь в свои сети, в свою берлогу. Или тут у нас что не берлога, тут пещерка какая-то. Вот заманить в пещерку девушку или женщину. Ну, в общем, как-то вот все в этом плане. Ну, вполне возможно, конечно, что вы захотите кого-то и очаровывать, так сказать. Первые шаги делать. Закидывать сети, сети закидывать. Так что довольно любопытный период для вас, декабрь месяц в этом плане. Не сказать, чтобы это серьезные какие-то отношения. Нет. Это больше связано с такой чувственностью, с подъемой своей энергетики. Как-то вот так. Захочется ласки, скажем так. Захочется ласки, любви и так далее и тому подобное. Что уйдет, друзья мои? Уйдет тройка мечей. Слава Богу, туда ей дорога. То есть у кого, если были какие-то там интриги, какие-то нехорошие моменты, что на работе, что в бизнесе, может, какие-то злые конкуренты, может, какие-то подставы, может, что-то вот такое, знаете, судебное, может, дела, какие-то разборки, причем, разрывы, конфликты, то все это уйдет. Все. В декабре это уйдет, друзья мои. Победа будет за вами, потому что что придет, выпала шестерка жезлов, друзья мои. Вы победите, вас признают, вас оценят, вас вознесут на педестал, вот именно то, что вы заслужили. Вы пройдете экзамен, вы пройдете аттестацию, если у вас, то есть благополучно пройдете эти все мероприятия, если у кого они намечаются. Отличнейшая карта. Вы привлечете хорошего партнера, вы настроите свое руководство в свою сторону и, как говорится, получать будете от этого все бенефиты, которые вам будут полагаться. Отличная карта, друзья мои. Отличная. Особенно вкупе с солнцем, ну тут вообще, вы знаете, можно было, как говорится, вот эту карту и вот эту карту про них только рассказать, и больше остальное ничего не говорить. Потому что солнце, это есть солнце. Это радость, это удовлетворение жизнью, это мощная энергетика, мощный энергетический ваш запал. Это все будет получаться, все будет, причем получаться будет так, как вам нужно, и более того будет получаться. Вот. Отлично, отлично. Мне остается только пожелать вам, чтобы все это сбылось, чтобы все это было. В общем, друзья, удачи вам, удачи и везения, и пусть у вас все действительно получится. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, уважаемые мужчины-девы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь 2019 года. Как говорится, пройдемся по событиям в сфере работы бизнеса, отношений, финансов, ну и так далее. Итак, какие события вас ожидают в декабре 2019 года? Общий фон месяца. События в сфере работы. События в сфере бизнеса. События в финансовой сфере. Как сложатся отношения для тех, кто в паре. События в личной жизни для тех, кто свободен. И что уйдет в декабре, и что придет в декабре. Отлично. Так, ну что ж, прогноз получается у нас по картам неплохой. Я бы даже сказала, хороший. Ну, давайте подробненько. Фон месяца выпала сила. О чем говорит нам эта карта? Не исключено, что кому-то придется приложить дополнительные усилия для достижения своей цели. Для получения того, чего хочется вам. Может это на работе придется поработать хорошенечко, чтобы заслужить что-то, какой-то бонус. Или подзаработать к Новому году. А может быть даже карта сила говорит о том, что вам придется даже вплоть до манипуляций дойти. Опять же, для достижения своих каких-то интересов. Вот. Ну, причем, понимаете, сила, она в данном случае говорит не о физическом каком-то воздействии. Нет. Здесь все, как говорится, ласково, незаметно и в то же время, как говорится, очень результативно. Ну, как я и говорю, что манипулятивно. Вполне возможно использование таких методов. Ну, видимо, будет очень уважительная для вас причина, раз вы столько сил будете вкладывать во что-то, чтобы, как говорится, достичь своего. Ну, давайте посмотрим по сферам. Сфера работы. Восьмерка жезлов. Ну, уже говорит, точнее, подтверждает карта силы, что не все так будет просто в сфере работы. Придется делать выбор. Выбор серьезный. Причем, как говорится, без вариантов. Без вариантов. Либо-либо. И от этого будет зависеть ваше дальнейшее, так сказать. Может быть, продвижение. Может быть, даже оставаться здесь или не оставаться. Может быть, даже предложение придет вам от нескольких работ. Особенно это касается тех, кто ищет работу. Может быть, будет 2-3 места. И оба заманчивы. И вам надо будет сделать выбор. Либо начальство вам скажет, вот, слушай, вот есть такое дело. Берешься за это или не берешься. Или, наоборот, без, как говорится, без всяких ваших, не спрашивая вашего желания, скажет, вот это надо сделать. А вот вам вроде бы и не хочется. Это, ну, не для вас, скажем. И вам надо выбирать, либо соглашаться, либо не соглашаться. Вот. Может быть, ваше согласие, не согласие, оно может быть чревато вашим увольнением. То есть, непростая какая-то ситуация. Ну, она может также говорить и о каких-то сложных взаимоотношениях. Может, с коллегами. Может быть, с самим начальством. Тут, как говорится, у каждого могут быть свои моменты. Хм-хм-хм-хм. Ну, то, о чем самое главное говорит эта карта, вам придется делать в чем-то выбор. В чем-то выбор. Что касается бизнеса, тут тоже не все просто. Вот. И очень даже резонирует карта силы для сферы бизнеса, потому что здесь у нас какие-то идут очень кардинальные изменения. Может быть, даже эти изменения будут связаны с закрытием бизнеса, с его реструктуризацией, может быть, вполне. То есть, изменения будут связаны с тем, что дальше в таком русле двигать бизнес бессмысленно. Нужно будет... И причем, понимаете, бессмысленность может просто зависеть от обстоятельств. Понимаете? Вот вас в такие обстоятельства поставили, что особого-то выбора, как вроде бы, и нету. Просто вот есть вот это и все. И тут, как говорится, вам нужно уже себя перестраивать. Да. Перестраивать. Причем перестраивать кардинально. Может, по-новому начать вести бизнес. Может, по-новому строить отношения с партнерами, с конкрагентами. Но, тем не менее, понимаете, тут либо пан, либо пропал. Либо вам возрождаться, либо умирать. Вот как-то вот так. Поэтому, естественно, вам понадобится сила лавирования своего рода между обстоятельствами, между ситуацией, между партнерами, в отношениях, между связями. Но главное, что скучать вам точно не придется. Перерождение. Я бы даже сказал, что именно карта говорит о каком-то перерождении вашего бизнеса. Или перерождении, в вашем перерождении, в отношении своего бизнеса. Вот как-то так. Что касается финансов. Да. Здесь у нас выпала пятерка. Пятерка жезлов. Не исключены споры, доказывания, пробивания, в буквальном смысле слова, как говорится. Может, не вовремя выплаченную зарплату, может, не вовремя не выплаченные деньги за услуги, получение от вашего контрагента оплаты, если это ваш бизнес. То есть здесь вот именно придется вооружиться действительно молотком. И, как говорится, вперед из песни, и иначе никак. Не постучишь, не получишь. Ну, непростая ситуация. Непростая, что там говорить. Напряженная. Но она того стоит. Она того стоит. Придется доказывать свою правоту в финансах, что действительно вы столько заработали. Это ваше. Это по праву ваше. Ну, кстати, это не только по работе вполне возможно. Может, это ваши какие-то личные финансовые дела. Может быть, с родственниками. Может быть, с друзьями. Может, с вашей партнершей, если у вас там не все так гладко, скажем так. Но, тем не менее, напряженность присутствуется. И тут, как говорится, вам придется приложить все усилия, все ваши таланты по смягчению этой ситуации. Причем смягчению не в ущерб себя. А вот именно, чтобы направить партнера в сторону ваших интересов. Что касается отношений. Как сложатся отношения для тех, кто в паре. Здесь у нас выпала четверочка Пентакли. Ну, вот что-то, как говорится, не совсем гладко. Нет, я бы даже, знаете, как сказала, что-то вы там задумаете. То ли чем-то захотите удивить свою партнершу. В финансовом плане вполне возможно, в первую очередь. Может быть. Может быть, что-то вы захотите от нее получить. Но это получить будет очень сложно. Не просто будет получить. И вы даже, может, заранее знаете, что ваша партнерша встанет на ДБ и скажет «ноу-ноу-ноу-ноу». То есть не исключайте такой посыл от нее. И поэтому ваша задача вот как-то все продумать, обдумать, какой-то метод найти, какой-то способ. Но получить свое. Вот именно что-то получить от своей партнерши. А вот что, сложно сказать, может быть, это касается и чувств каких-то, может быть, это касается каких-то финансов. Не исключено, кстати, особенно если, допустим, у ней свои планы на траты, на денежные траты. А у вас появились свои планы. И вот как-то вам надо, как говорится, клином врезаться в эти ее планы. То есть тут, как говорится, не все просто. Но я думаю, что это будет касаться только денежной сферы. Денежной сферы. Для тех, кто свободен. Здесь у нас выпала дама жезлов. Ну что, друзья, на вашем пути в декабре может попасться очень энергичная, очень энергичная дама. Которая, как говорится, только успевай поворачиваться. Ну вот насколько выдержите вы ее энергетику или нет, тут трудно сказать. Все-таки девы вы спокойные такие, стабильные, пунктуальные. Вот все у вас степенно, скажем. Не торопясь, но степенно продумано. Здесь эта дама, она, по-моему, у нее миллион идей, миллион желаний. И миллион предложений, которые не сидят на месте вообще. Вот ей надо и то делать, и другое. И может несколько сразу делать за раз. Очень. Ну, понимаете, я не скажу, что она вообще ветреница. Нет, эта дама очень практичная. Деловая. Может, даже по статусу у вас высший. Ну, непросто с ней, непросто. Непросто. Хотя, знаете, может для кого-то эта карта проиграется, как чья-то подруга захочет вас познакомить, свестись с кем-то. Вполне возможно. И такой вариант. Что уйдет? Дама мечей. Ну, что ж, дама, конечно, неуравновешенная, в первую очередь. Говорит. И так же, может быть, эта дама такая, ну, острая на язык. Непостоянная. У нее что-то там на уме. И, как говорится, и сразу не прочтешь, что там у ней на уме. Один пишет, и два в уме, как говорится. Вот. Ну, не исключено, что были у вас какие-то непростые отношения с этой дамой. Может, даже и спорные, может, и даже и юридические, вполне возможно. Ну, тем не менее, факт остается фактом. Если что-то было неприятное с этой дамой, может, даже это, знаете, это ваша начальница, терки были с вашей начальницей. Главное, что это уйдет. В декабре это уйдет. Все, забудете, как говорится, как страшный сон. Ну, знаете, еще, конечно, не все так вот уж отрицательно в этой даме. Нет. Вполне возможно, что эта дама вас консультировала. Да. Может, это вас консультировала. Либо по финансам, либо еще в каких-то делах. Вот. И эти консультации для вас были очень полезны. Но в декабре, как говорится, вопрос иссяк. И консультации больше от этой дамы вам не нужны были. Поэтому вы расстались. Что придет? Выпала колесница. Роскошная карта, друзья мои. Похоже, вы своего все-таки добьетесь. Вы победите. Вы добьете своей цели. Вы победите. Вы уговорите. Вы получите то, что захотите. Если вы собирались куда-то ехать, вы поедете. Если вам надо было произвести на кого-то большое впечатление, поразить, может быть, даже своими способностями, своими навыками, опытом, то вы это получите. В декабре ваш шанс, ваш триумф. Вот так я бы сказала. Да, декабрь месяц для вас, уважаемые девы, это триумфальный месяц. И на этой положительной ноте я заканчиваю свой прогноз. Желаю вам, пусть у вас все-таки все получится. Все сложится. И удачи вам, удачи и еще раз удачи. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok